Доброе утро, дорогие друзья! Да, очередной понедельник, надеюсь, он будет теплый все-таки, в отличие от предыдущих дней. Весна шагает по планете, приближаемся к прекрасному празднику Светлой Пасхи, но это будет все. Это будет все еще, да. В конце недели, а в начале недели, что нужно сделать? Зарядиться хорошими новостями в обязательном порядке. А у нас они есть. У нас они есть, они просто есть. Я, знаешь, иногда смотрю на историю жизни некоторых людей, думаю, вот молодцы, вот сделали прорыв. Вот тут прям вот и гордость берет, и радость берет. И знаешь, ты думаешь, а вот я же тоже могу сделать какой-то прорыв. Не уверена, что такое, но почему нет? Я даже буду предположить, про ком идет речь сейчас. И речь идет о ростовском предпринимателе, известном, ну, наверное, каждому ростовчанину, Ивану Савиде. Он вошел в список 200 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. У-ху! Состояние ростовчанина на 2019 год составляет... Леш, давай, три варианта ответа. Так, в смысле, а я должен... Ну да, угадай, угадай сколько. Ну, давай, пусть там 200 миллионов долларов. Выше? 600 миллионов долларов. Больше? Господи, неужели под миллиард? Полтора. Полтора миллиарда. Больше, полтора миллиарда долларов. И 60-летний бизнесмен занял 64-ю строку рейтинга. Первое место в этом году занял урожение с Каспийска. Крупнейший акционер некоторых фирм, не буду называть их, Леонид Михельсон. Я не хочу просто давать рекламу, сам понимаешь. Ну, естественно, да. А то еще на пару миллионов увеличится состояние. Так вот, 24 миллиарда долларов у него. На втором месте председатель, тоже там, в общем, не буду говорить, чего председатель, Владимир Лисин. У него 21 с лишним миллиард. Ну, в общем, богатые люди, что можно сказать? Я тебе более того скажу. Вот я, допустим, очень рада, что ростовчанин наш Иван Савидий находится в этом списке. Это классно. Во-первых, ну, мы видим результат, да, деятельности. Человек помогает, человек меценат. Ну, я рада, я честно могу сказать. Я могу, вот, еще пусть, еще пусть в два раза увеличивает капитал. И пусть первое место займет. Пусть первое место. Мне не жалко. В общем, все пришли в восторг от того, что Иван Савидий, собственно говоря, вошел в топ-200, да? Слушай, а наверняка человек рано вставал. Точно. Наверняка человек много работал. И с любовью. Вот я считаю, что такой пример должен нас сегодня зарядить, заработать, хорошо заработать денег. Да, это точно. В общем, как я уже сказал, все в восторге от этой новости. Причем настолько, что даже застройка территории старого аэропорта в Ростове отложена на неопределенный срок. Люди такие, ой, все, да. Возводить здание на месте воздушной гавани изъявила желание всего одна компания, но в планы застройщика пока не входило создание достаточного количества объектов инфраструктуры, и поэтому ему отказали. В этом сообщают городские власти. Повторную заявку инвестор пока что еще не подавал. И также стало известно, что уже в этом году может быть объявлен конкурс по реновации этой территории. Напомним, что на месте старого аэропорта, тот, который на проспекте Шолохол, планирует создать новый район. Ну, посмотрим, чем дело закончится. Вопросов много, но вот видишь, пока желающих не так много оказалось. Зато я знаю, где каждый второй желает оказаться. Где? На зарядке вместе с нами. Отправляемся. Спорт – это наше долголетие, закон успешности и красоты. Просыпайтесь, присоединяйтесь к нам, потому что прямо сейчас зарядка вместе со Светланой. Доброе утро! Доброе утро! Ну что, раскрашиваем нашу жизнь новыми красками. И сегодня новый метод бары. Что это такое? Он основан на классическом балете. Его можно делать как новичкам, так и уже продвинутым балеринам. Исходное положение. Пятки вместе, носочки под углом 45 градусов, вип-позиция. Мы с вами вытягиваемся за макушкой наверх, активизируем ягодицы, подтягиваем вниз живота и поднимаемся с вами на полупальцы. Остаемся здесь с идеально ровной спиной и садимся в плие. Затем поднимаемся наверх, выпрямляем оба колена, хорошо сжимаем внутреннее бедро и опускаемся вниз. Итак, делаем 8 повторений. Готовы? И чуть-чуть быстрее. Раз, два и три. Опустились четыре. Вытяжение наверх. Плие. Сведение бедер вместе, опускаемся вниз. И раз, и два, и три, четыре. Хорошо, повторяем так восемь раз. Остаемся здесь внизу, в плие. Остались. И сейчас рука вытянута вперед в кулачки, и мы двигаем таз с вами вперед, подкручиваем и опускаем таз вниз. И выдох, вдох. Как называется это упражнение? Вдох, вдох. И у нас звание метод Бары, больше ничего я вам не могу сказать. А теперь на каждый счет добавляем пружинку вверх и вверх и вверх. Третье упражнение. Берем такие маленькие мячики, зажимаем между бедром и голенью, стопу направляем на себя, дальше направляем седалищные кости в пол, подтягиваем низ живота. И сейчас мы с вами, удерживая этот мяч, будем отводить бедро в сторону. Итак, восемь раз мы отводим бедро назад, сжимая каждый раз мяч, удерживая его голенью и бедром. Чувствуете, как активизируется и голень, и задняя поверхность бедра, и ягодичная мышца. И теперь с вами добавляем пружину назад, восемь, все время назад, семь, шесть. Можем добавить руку вверх, вытяжение, четыре, выдох, три, выдох, два, один, стоп здесь. И сжимаем, сжимаем мяч в голени, сжимаем на каждый счет, сжимаем. И четыре, и три, и два, и один, и стоп. Зафиксировали мяч, тянемся наверх и улыбаемся. Почувствовали себя балериной? Ну так, на одну треть. Но вот если вы себя балериной не почувствовали, вы точно ощутили радость в ваших мышцах. Всем доброе утро! Я уверена, что радость в мышцах массово будут ощущать скоро и в Константиновском районе. И радоваться, почувствовать ту самую радость, о которой Юля говорила. Потому что администрация Константиновского района Ростовской области объявила конкурс на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Спорткомплекс будет расположен на улице Ленина, 151, в городе Константиновский. Кстати, очень люблю этот город, очень такой уютный, небольшой, но мне он безумно нравится. Раньше там частенько бывало, вот последние несколько лет что-то не задается. Так вот, комплекс уже, да. Вернемся к повестке дня. Дело в том, что, судя по тех заданиям, все эти работы необходимо будет осуществить за 13,5 месяцев. Что означает год и один месяц. Смотри, к следующему июню комплекс должен в Константиновске работать. Победители уже определят на аукционе. 13 мая сумма договора на строительство более 100 миллионов рублей. Ого, немного, немало. Должен быть классный комплекс, ну, естественно, и благоустроить территорию. Это же не только внутри, но и снаружи надо будет заниматься. Поэтому жители Константиновской и Константиновского района, мы вот прям надеемся, что подрядчик окажется... Добросовестным. Добросовестным, самое главное, сделает все на славу. Мы будем, если что, за этим наблюдать. Вы, если что, нам сообщаете, как там дела у вас с строительством физкультурно-оздоровительного комплекса будут обстоять. Да. Но благоустроить нужно не только спортивно-оздоровительные комплексы и переоборудовать, но еще и библиотеки. Вот, собственно говоря, в Ростовской области этим и займутся. За счет федерального бюджета планируют создать модельные библиотеки. Они представляют собой полноценные культурные центры и центры просвещенного ДОСУ. Отмечается, что такие учреждения будут полностью укомплектованы компьютерным оборудованием и другими новейшими информационными технологиями. Также в модельных библиотеках можно будет модифицировать пространство, чтобы это не означало. Я запуталась, я не поняла. Старые библиотеки останутся? Останутся обязательно. И появятся еще мобильные? Да. Модельные. А, модельные. Мобильные? Нет, мобильные. Это еще пока... Это следующий шаг. Нет, подожди, я видела, в Ростове есть такой автобус, мобильная библиотека. А, ну видишь. Я, правда, не знаю, как туда сдавать книги. Это знаешь, как раньше письма доставали? Приеду через три месяца. А, ну, вот, да. Может быть, так? Ну, надо задаться вопросом, кстати. В таких модельных библиотеках одновременно будет функционировать и читальный зал, и лекторий, и кинозал. Отмечается также, что из одного региона можно будет подавать заявок на конкурс до 20 в год. Среди критериев для участия в конкурсе наличие областной программы развития библиотек в субъекте Российской Федерации. Вот так. Слушай, очень интересно. Прямо вот хотелось бы побывать в одной из таких библиотек, тем более, что я-то любительница погулять среди книг. Я была на экскурсии в нашей публичной библиотеке, наверное, одной из самых известных библиотек в Ростовской области. Но суть не в этом. Суть в том, что в библиотеку нужно, я знаю точно, идти подкрепившись, потому что там же тишина, еду с собой проносить нельзя, и ты идешь вкушать знания. А перед этим, чтобы не урчал желудок, пока все читают так на весь зал, нужно хорошо поесть. Чем сейчас и займемся. Сегодня на завтрак мы приготовим фаршированные грибы. Для этого нам потребуется 6 крупных шампиньонов, 200 граммов рикотты, 6 ломтиков твердого сыра, 200 граммов протертых томатов, половина репчатого лука, 1 зубчик чеснока, 100 граммов помидоров черри, а также соль, черный перец, зелень и оливковое масло. Обжарьте лук с чесноком на оливковом масле. Добавьте протертые томаты и приправьте. Готовьте, помешивая до желаемой консистенции. Обильно смажьте шляпки грибов соусом. Выложите твердый сыр. Добавьте рикотту. Распределите сверху помидоры черри. Запекайте при 190 градусах 15-25 минут или до готовности. Украсьте зеленью перед подачей. Приятного аппетита! Вкусив прекрасных фаршированных грибов, мы продолжаем встречать утро понедельника. Вот весьма интересное исследование провели аналитики финансового университета при правительстве Российской Федерации. Они просили жителей разных городов страны, задав им один вопрос. Какой размер заработной платы вы считаете достойным? Слушай, подожди, а можно я отвечу? Давай, давай. Ну, если брать Ростов и Ростовскую область. Я сейчас, честно признаюсь, я не знаю, как, допустим, жители более малых городов. Наверное, у них может быть поменьше. Но вот как по мне, вот лично, я так прикидываю, если взять оплату коммунальных услуг, ну, вот все, не на платьюшки с туфельками, нет. Если брать там среднюю семью, где двое детей должно быть, которые ходят на секции, которые ходят в садик, и за это тоже нужно платить, то я думаю, что одного человека средний зарплата нет. Ну, сколько человеку, да, сколько вам хотелось бы, чтобы вам была ваша зарплата, и вы это мало бы достойной? Я думаю, что с средним, ну, так, чтобы человек в семье чувствовал себя комфортно, я думаю, что не меньше 50 тысяч на сегодняшний день у одного человека, это однозначно должно быть. Ну, а в идеале, для того, чтобы еще и летом съездить куда-то, и детей на каникулы отправить, я думаю, что каждый член семьи должен получать где-то 70-80 тысяч рублей в месяц. Да. Это вот мои, мои вот так вот прикидки. Прикидки, да. Ну, вот, собственно, жители Ростова-на-Дону считают достойной и достаточной для получения основных необходимых благ заработную плату в размере 68 тысяч рублей в месяц. Вот смотри, продешевили они на десяточку, я-то чуть-чуть побольше назвала. Да, но ты практически угадала цифры, которые называли в Москве и Санкт-Петербурге. Там данный показатель находится на отметке в 100 тысяч рублей и считается самым высоким в стране. Ну, а самые же скромные требования у жителей Читы. Интересно, с чем это связано? Там они там сказали, что достойная зарплата, им бы хватило 50 тысяч рублей в месяц и все. Мчим в Читу? Мчим в Читу, да. Там и на платьюшке с туфельками на все хватит. А, кстати, я, кстати, знаешь, пока мы думаем, мчать ли нам в Читу или нет, я так предполагаю, что, я так, насколько помню, Чита достаточно далеко. Очень, да. Находится. Туда можно полететь на самолете. Я точно знаю, что нас смотрят представители одной авиакомпании, которая у нас в Платове базируется, с таким громким названием, как наша страна называется. А, во, как ты вуалируешь. И я хочу передать привет этим людям и пожелать им хорошего дня. Да, пожелать хорошего дня. Но достойная зарплата или недостойная, это уже решать вам. Наше утро продолжается. И прямо сейчас мы узнаем, чем запомнилось 22 апреля в истории в разные годы. 22 апреля 1872 года основано Новочеркасское медицинское училище. В настоящее время государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области Новочеркасский медицинский колледж. 22 апреля 1891 года купец Варваров представил в городскую кассу на сооружение одной палаты в двухэтажном корпусе городской больницы 7,5 тысяч рублей. Городская дума выразила Ростовскому второй гильдии купцу Петру Ивановичу Варварову сердечную признательность и приняла решение присвоить сооруженной палате имя жертвователя. В этот день, в 1937 году, родился Владимир Кузнецов, уроженец Таган-Дрога и заслуженный тренер РСФСР. Он был первым мастером спорта в ДОСААФ, мастером спорта СССР, чемпионом СССР по автомобильному спорту. Приветствую всем, кто только что присоединился к утреннему телеканалу Ростовской области. И утро всегда нужно начинать с воды. Дончанка, пить надо больше. И вот теперь на этой радостной ноте мы продолжаем нашу программу. Я бы сказала, что дончанам тоже. Не только дончанкам, но и дончанам. И те, и другие. Сегодня у нас в студии представлены наши дорогие, обожаемые гости, коллеги, друзья, единомышленники Сергея Биланова, Оксана Мирошниченко. Они же прекрасные голоса вашего утра, когда вы садитесь в свой автомобиль. Либо выпиваете кофе, либо пьете ту самую воду, которую мы только что с вами говорили. Всем доброе утро. Я хочу немножечко рассказать. Сергей, он актер и ведущий утреннего шоу «Ранее пташка» на радиостанции «ФМ на Дону». Потому что камера маленькая у них на «ФМ на Дону», и можно не распознать. В кепке Сережа сидит, и там тоже в кепке сидит. Мало ли кто. А то, понимаешь, обманули. Оксаночка Мирошниченко, ведущая утреннего шоу «Ранее пташка» на радиостанции «ФМ на Дону». Оксана еще, вообще-то, археолог, между прочим. Если не ошибаюсь, ты еще экскурсии, по-моему, водишь. Да, экскурсовод. Да, и такое было. Некоторые до сих пор не вернулись. Завела. Кстати, мне надо сказать в тему разговора об экскурсиях. Оксана Мирошниченко, если вы слушаете радио «ФМ на Дону», уже два года обещает посетить вместе со мной каяльские сиденья в Белой Галантине. Я так и не посетила. Поэтому можно понять, какой она экскурсовод. Каждую программу, теперь на телевидении он рассказывает. Я ему каждый раз обещаю, ну, пока холодно ехать туда. Я думаю, что желание должно сбываться. А тут, извините, прямая трансляция в понедельник. Почему бы об этом не поговорить? Согласна, действительно, пусть желания сбываются. Вот, кстати, на удивление, сегодня в понедельник прямая трансляция. Очень удивление. Вчера в воскресенье, сегодня в понедельник. Так обычно бывает. Да, так обычно бывает. Заведено почему-то. Не знаю, почему, кстати, странная история. Но вы же каждый день придумываете какие-то темы для своих эфиров. А вот есть кто-то, иногда они бывают странными. Ну, как мне кажется, нормальному человеку такая мысль в голову с утра не придет. То есть это нужно что-то, определенный какой-то подход для того, чтобы расковырять вопрос или посмотреть на него с этой стороны. Кто придумывает темы? Да. Оксана, давай говори. Мы придумаем темы. Придумывает Сережа, придумываю я, Вера Данилидия, Лешер Хаджаев. Мы созваниваемся утром, вечером и днем с Сергеем Билановым. И Сережа говорит, я придумал тему. Я говорю, я тоже придумала. Он говорит, подожди, я расскажу. А бывает, Оксана, бывает такое, что ты вот звонишь Сергею, да, он берет трубку и говорит, Оксан, Оксан, я играю роль, перезвоню. Практически, бывает, да, почти. Ну, я либо перед выходом из гримерки, да, говорю, позвоню в антракте. Но я потом, естественно, забываю, о чем она называется. После антракта тоже не звонил. Мы увидимся завтра утром, если что. Нет, на самом деле, как и у вас наверняка, существуют планерки, и никто их не отменял. Ой, у нас очень много планерок. Вот, на которых, если собираемся мы вчетвером, и плюс еще пятый человек, который является главным редактором нашей радиостанции, там мы предлагаем эти темы. Обсуждаем эти темы. Обсуждаем эти темы. А как вы понимаете, что вот нужно, вот, если из двух тем выбирать, какая вот это вот более интересная, вот это, ну, можно... Ну, во-первых, как и вы, мы же вещаем на области, поэтому должны, так сказать, целеустремленно туда свои взгляды обратить, потому что это будет интересно жителям, допустим, Печенокопского, да, или Кукова, Зверева, или Морозовска, которые так часто... Каменко-Шахтинского. Поэтому в любом случае, как бы, ориентируешься на область. Ну, а во-вторых, естественно, если это тебя лично тема не трогает, то тогда каким образом ты ее раскроешь? Или посмотришь с другой стороны, как ты сказала, Алина? А в-третьих, обсуждаем тему. Вот поэтому мы решили, вот, относительно недавно, решили собираться вот прям полным составом, ну, или хотя бы, там, хоть... Ну, чтобы темы, случайно, не пересекались. Да, да. Если вчера говорили... Закидываем тему и смотрим на реакцию своих коллег. И они начинают обсуждать. Ты понимаешь, ну, если здесь обсуждать... Ну, то есть, если молчание, тишина, то... А если в молчании говорят, ну, надо подумать... Ну, это как рассказать смешной анекдот, который никто не понимает. Вот ты, когда расскажешь смешной анекдот, и вдруг смеешься только, а ты один. Понимаешь, что да, этот анекдот только для меня. Так и здесь вот бросили эту тему в мозговой шторм. Посмотрели на реакцию. Да. Серьезно, а ты сказал, что больше всего из Морозовска звонят, да? Это я пошутил. Это про несмешной анекдот. Это такой прибалтийский юмор. Ну, все-таки, откуда из Ростовской области наиболее часто... Чаще всего, я думаю, что первое место Песченокопская у нас. Сейчас Песченокопская. Песченокопская, Матвеев, Курган, Орловская. Почему люди там не спят по утрам? Да. Ну, начнем с того, что там, во-первых, Оксана была на открытии филиала радио АФН «Надону». А, точно, вместе с Марией Орловой, да? Да, мы ездили. Ну, и это было спать. Я думаю, что... Слушать раннюю пташку. Что до этого это было, потому что все-таки сельские жители, они в любом случае просыпаются гораздо раньше. У нас до Песченокопского района были активные радиослушатели из Целены, которые звонили нам и говорили, мы проснулись в 5.30, мы понимали, что... А потом Целена стала спать, наконец-таки. Да, почему-то решили... Она успокоилась. Она успокоилась, потому что Песченокопский район перехватил перец, они говорят, ну, слава богу, хоть кто-то. Не, может быть, это, знаете, может, это ветром дует, знаете, как бы какой-то... Волны. Волны такие, да, почему так, интересно. Меняется. Неизвестно, но вообще... Бывает, вот мы никак не проследим за этим, хотя очень хочется порой, потому что бывают активные, вот какой-то месяц Целинский район, потом бывают активные там Орловский район. Я предлагаю исследования, смотри, сделать по этому... Археологические не только. Да, там и историков, и социологов, и экологов подключать. Но надо сказать, что если жизнь в том или ином районе нашей области бьет, скажем так, ключом, и им есть о чем рассказать. Можно, чтобы не по голове, ты же знаешь. Потому, конечно. Это я уже на своем собственном жизненном опыте понял, поэтому я всегда в кепке. Как, собственно, и Михаил Семенович Боярский тоже. Михаил Сергеевич, извините. Так вот, дело в том, что он не слушает нас. Он просто еще до него волна. Все может быть. Дело все в том, что вот чем ярче события, которые происходят в районе, и есть о чем рассказать, и есть о чем поделиться. У нас же, дорогие друзья и наши уважаемые телезрители, в ранней пташке с подачи наших ведущих существуют резиденты нашей программы. У нас в каждом практическом районе есть свой резидент, который... А что они делают? Они и сообщают. Они являются самыми активными радиослушками. То есть это у которых вообще бессонница, я так понимаю. У которых самая активная жизнь. То есть они говорят о том, что произошло в районе, какие культурные мероприятия. Они прям звонят во время эфира? Или они даже пишут вам в ней? Во время эфира. Иногда мы созваниваемся. Ну, заранее. Но это не так часто. Пожалуйста, прочитайте новости Песченокопского района. Да, мы говорим просто, закидываем нашим слушателям, что какие новости в вашем районе. Звоните по номеру 200 ровно 2519 и рассказывайте. И они звонят и рассказывают. 201-79-00. Перепей. Мы посоревновались в запоминании наших номеров телефонов. И они звонят, да. И тут же вот в Песченокопском вчера был, например, футбольный матч. А завтра будет какая-нибудь там демонстрация. Не знаю, почему я подумала о демонстрации. А, потому что 1 мая скоро. Ну, не только, кстати. И так далее. И вот они звонят и рассказывают о каких-то новостях, которые проходят. Слушайте, а вот у вас получается тем больше социальных, юмористических каких-то. Утро ранней пташки. Это вообще, вот когда ты проводишь утро с ранней пташкой. Я просто пытаюсь понять, как нам переманивать слушателей. Нас дремя. Как вы выбираете, о чем говорить в плане направленности? А нам подсказывает неделя, Алин. Ведь дело все в том, что есть понедельник, как сегодня, да? День тяжелый, утверждают многие. Вторник. Ну, нет, сегодня отмечается Международный день Матушки Земли. Это, во-первых, во-вторых, день рождения Владимира Ильича Ленина. И еще великий. И как вытекающий отсюда праздник Великий Понедельник. Конечно. Так вот, друзья мои, вот понедельник – это более сдержанная тема какая-то. Да, может быть, социальная. Может быть, это то, что происходит в области. Какая-то интересная выставка или там… Мероприятие. Пассивные пошли. Ну да. Вот, пассивные. Сверху заколосилась. Готовишься к грядущему празднику большому. Конечно. Все их посевают. Так вот, это он уже прошел. Другой праздник. Да, я понял, да, я знаю. Вот. Ну а ближе к четвергу и пятнице – это… Более легкие, да? Более легкие темы, когда можно и пошутить, и посмеяться. Хотя, впрочем, мы смеемся и шутим всегда. А это мы уже успели оценить. А бывает такое, что слушатели задают тему? Да. Вот они задали какой-то вопрос, и подумают, хорошая тема. Да, конечно, конечно, достаточно часто. Ну, например, из последнего. Ну, вот смотрите, например, мы недавно говорили о том, о пернатых наших, которые возвращаются. Да, и это же Галина Ивановна. А у нас есть один пернатый, который постоянно с нами. Он не улетает. Он не улетает. Он не улетает. Он вернулся раньше времени, но мы решили, что мы будем вместе. Он останется. Не-не-не-не, мы ему тут бассейн на лесу, озеро организовали. Вот так же будет плана, как он сейчас находится. Так, ну и пернатых. Да, мы говорили о пернатых, и в частности, о любителях разведения голубей. Нам позвонили из Печнокопского и сказали, что... Ну, как всегда. Да, что вот в эфире постоянно Оксана говорила о том, что у них проводится фестиваль, посвященный вот голубиной. А опять же, да, я об этом узнала также от радиослушателей. То есть когда-то, я не знаю, год назад, может быть, говорили о том, что бывает фестиваль голубей. Я все, я не могла... Ну, как-то так пролетела. Парина, сейчас зажглась лампочка, точка на карте. Да, 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 у меня застынь, ты, ты. Ну, так как выяснилось, и нам подсказали, что... Позвонили и рассказали. На крещение вокруг храма центрального съезжаются разные... Голубеводы. Голубеводы и кишники. И когда бьют колокола, открывают все... После службы. После службы. Открывают все свои клеточки, и они взлетают и поднимаются вверх. Это невероятно красиво. Почему они только птиц в морозы выпускают, непонятно. Ну, а голуби же они постоянно живут. Я не в курсе, я вот у нас... А мы теперь в курсе, как замерз, так и не отверз. Мы теперь в курсе, одни голуби живут всегда. Так вот, может быть, это и параной точкой станет, и послужит тому, что там все-таки проведут вот этот фестиваль. Именно такой масштабный. Я вообще очень надеюсь, я приеду к вам тогда. Вот, мы тут компания собираем. Мы и их с тобой возьмем тоже. Обязательно. Одна меня уже возит в Белокалитинский район. Заметьте, ага, на тот же полковник. Появилась вторая. Которая также повезет меня в Точинокомске. Каждый раз приходить до января и напоминать о лидерах. Но грядет же еще один большой праздник, День радио. Он будет аккурат между 1 мая и 9 мая. Вы как-то что-то готовите, что ли? Конечно, конечно. А что вы, Каждый, да? Шашлык? Шашлык. Нет, нет. Я думаю, что в этот день пока еще мы не собирались, но в любом случае мы будем на работе. Ну, это понятно. Правильно не отменял выхода в эфир программы. Да. А во-вторых, наверняка какие-нибудь смешные вещи в любом случае в эфире появятся. Не обязательно оговорки. Мы можем, кстати, как вариант, наши звонки наших радиослушателей. Мы сейчас планерку сделали прямо здесь. То есть мы сейчас уже начинаем думать. Звонки наших радиослушателей. Самые забавные звонки, да? Или ответы на вопросы. Ведь у нас же есть, там, допустим, викторины какие-то. У меня, допустим, это цитата. А у Алишера загадка. Да? И люди же звонят, и иногда же они ошибаются в ответах. Это тоже интересно. Это очень забавно. Поверьте, когда звонят и говорят совершенно не тот фильм. В общем, я чувствую, они себя сами развлекают. Поднять настроение, что интересно. Поиздеваться над друзьями всегда хорошо. В общем, загадки, конкурсы и прекрасное настроение. Это все про утреннее шоу «Ранняя пташка» на радио ФМ на Дону. У нас в гостях были его замечательные ведущие Сергей Биланов, Оксана Мирошниченко. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Доброе позитиво. Нашим утром мы сегодня так объединились. Телевидение и радио наконец-таки вместе. Снялись в едином поры. Осталось еще почитать какое-нибудь печатное издание. Всем доброе утро. Доброе утро. Если экономистов и юристов порой больше, чем надо, то умение работать руками не перестает быть актуальным. А уж тем, кто занимается холодильно-компрессорными машинами, точно безработица не грозит. На сегодняшний день и даже и раньше мы не можем назвать такую область нашей жизни, где бы не использовался холод, начиная от домашнего очага и кончая космосом. Соответственно, студенты также могут работать во всех отраслях промышленности и, соответственно, народного хозяйства в любых, так сказать. Это чисто технические вопросы, это проектирование может быть, это и обслуживание холодильного оборудования, поэтому востребованность достаточно высокая. Толковых специалистов по холодильным установкам и кондиционерам разбирают сразу после выпуска. Работодатель сегодня требует, чтобы студент с первых дней готов был работать без дополнительной подготовки. И этим требованиям выпускники колледжа соответствуют. Специальность монтаж, техническая эксплуатация и обслуживание холодильно-компрессорных машин участвовала в прошедшем недавно в области региональном этапе чемпионата WorldSkills Россия. Один из студентов принес колледжи золото. Я стал как бы смотреть с другой стороны то, что я могу, я хочу, и у меня это получится, если есть желание. Популярна профессия не только среди молодежи. Получить эту специальность в качестве второй сегодня стремятся и уже зрелые люди. Тепло – это замечательно, но холод нужен людям всегда. Нет, ничего невозможного всегда можно освоить. Любую специальность, любую профессию, лишь бы было желание. Или же покорить новый рубеж, как это сделал недавно российский парапутешественник-экстремал, изобретатель, общественный деятель Игорь Скикевич, который, если вы его знаете, он путешествует на инвалидной коляске автостопом. Занимается самыми экстремальными видами спорта – это парашют, дайвинг, крафтинг, скалолазание и рисует портреты. Алина, но недавно-то… Да, недавно он пошел еще дальше и освоил новое направление, новый вид спорта – это банджи-джампинг. Это вид экстрима, когда участников привязывают к специальному резиновому канату для прыжка с моста или иной возвышенности. При должной обвязке прыгать можно с велосипедом или сноубордом. А вот Игорь, как мы только что увидели, прыгнул с инвалидной коляской. Ну, это, конечно, я не знаю, я не то чтобы… Ты знаешь, я так тебе скажу, ты не то чтобы… мне уже страшно, когда я смотрю на эту высоту. Его уже потом поднимали. Что там 207 метров. Точно. 207 метров над уровнем земли. На земле чуть не… Да. Находится такая высота в Скайпарк Сочи, это одни из самых высоких в мире банджи. Есть еще поменьше 69 метров, но Игорь-то бывалый, Игорь Скикевич, он решил сразу… Да, и 207 пусть будет. Ну, и я хочу сказать, что, конечно, для прыжков людей на инвалидных колясках используется специальная обвязка, никто не спорит с этим, это полностью безопасно и не требует предварительной спортивной подготовки. Мне кажется, это требует только моральной подготовки и немного успокоительной. Да, немного успокоительной. Или много. Ну, между прочим, это прекрасный способ взбодриться, если ты не выспался с утра. Да, прыгни с девятого этажа и пойди на работу. Да, прыгни с девятого этажа. Нет, делать так не нужно ни в коем случае. Нет, ни в коем случае, тем более у нас есть немножко гуманные способы взбодриться, если вы не выспались, и прямо сейчас мы их вам представим. Как взбодриться, если не выспался? Далеко не каждому удается спать по 8-9 часов в день. Недосып приводит к сонливости на протяжении всего дня, вызывает чувство усталости. Сегодня мы дадим несколько советов, которые наверняка помогут вам взбодриться. Послеобеденный сон. После сытного бизнес-ланча вздремните немного, хотя бы полчаса. Это поможет прийти в тонус и продержаться до конца рабочего дня. Даже непродолжительный дневной сон дает выраженный восстанавливающий эффект. Яркий свет. В темноте вырабатывается гормон мелатонин, который определяет циклы сна и бодрствования. Включите в комнате яркий свет. Это поможет снизить концентрацию гормона, и вам будет хотеться спать меньше. Не переедайте. Старайтесь не переедать, ведь в этом случае организм будет тратить всю энергию на переваривание пищи, быстро устанет, и вам еще больше захочется спать. Музыка. Если вы начинаете засыпать, включите какую-нибудь бодрую мелодию. Это наверняка поможет вам прийти в себя. Будет гораздо эффективнее, если вы при этом будете еще и подпевать. Акупунктурные точки. Специальные техники пробуждающего массажа помогут прийти в тонус. Пальцами разотрите ушные раковины. Потрите нос. Разотрите височные области с обеих сторон. Потрите ладони. Энергетический напиток. Если ничего не помогает, приготовьте простой энергетик. Заварите 3 пакетика черного чая в 250 мл воды. Добавьте 20 драже аскорбиновой кислоты. Долейте еще 250 мл охлажденной воды. И перемешайте до растворения аскорбинок. Полученный напиток вы можете охладить и взять с собой на работу. Ну, кстати, Алексей, вот ты на выходных выспался? Удалось тебе это? Ты знаешь, я все выходные с трудом и потом работал на Дельфийских играх в составе команды канала Дон-24. Ух ты! То есть не выспался? Ну, естественно. Ну, теперь бодрись, теперь ты знаешь как. А я могу тебе сказать, что иногда все-таки нужно пожертвовать сном, потому что жизнь одна и хочется побольше успеть. Не сильно пожертвовать, просто где-то нужно пораньше лечь спать, например. Но пожертвовать можно еще и будет в ближайшее время. Да, во имя чистоты. Потому что в Ростове-на-Дону состоится игровой субботник под названием «Чистые игры». Мне нравится, да? Очень прекрасно. Название хорошее. Международная экологическая акция «Чистые игры» состоится 18 мая в южной части Роще Ска. Одновременно с Ростовом-на-Дону примут участие в Кубке чистоты еще 120 городов по всей России. Да, ну и главная цель этого мероприятия, как сообщают организаторы, это объединить разные социальные группы для решения проблемы загрязнения зеленых массивов города с помощью вот такого вот игрового формата. Вот так. Ну, нужно... Да, это экологическая акция, это соревнование. Вот, я же об этом. Что она из себя представляет? Это же соревнование. Это же соревнование. Командное по сбору и сортировке мусора на загрязненной территории. У нас Роще Ска. Действительно очень загрязненная территория. Я как-то стояла там возле остановки. И там получается, ну, это прям вот угол Роще, скажем. Я не знаю, южное это направление, северное. Я мох не видела на деревьях. Теперь мы знаем, как ты ориентируешься в пространстве. По моху, да? То есть, если ты потеряешься, мы не тебя, а мох будем искать. А ты где-то рядом стоишь, да? Да. Ну, все же знают, как ориентироваться, где север. Ну, суть не в этом. Мох там и не увидишь. Потому что грязно, бутылки лежат, ветки, какие-то бумажки. Ужас прям какой-то. Я думаю, ну, ну что за свинство? Вот. И вот это свинство убираем 18-го. Да, в формате такого вот игрового, я бы не побоюсь этого слова, шоу принять участие может абсолютно каждый желающий. Что нужно? Ну, нужно собрать команду. Да. Вот смотри, ты, да я, да мы с тобой, это уже команда. Можно собирать команду от двух до четырех человек. И необходимо еще зарегистрироваться. Вот я сейчас не совсем поняла, где? Нужно зарегистрироваться, я думаю, что на сайте этой акции «Чистые игры». Да, лучше сделать так, зайти на сайт акции «Чистые игры». И напомню, что они проходят уже с 2014 года. В этом году будем убирать рощу СКА. Два-четыре человека, ты уже на старте. 600 тонн мусора за прошедшие годы собрали. Да. Но для того, чтобы принять участие в акции, правда, нужно зарегистрироваться. А для того, чтобы посмотреть очередную серию мультипликационного фильма «Машины страшилки», регистрироваться не надо, смотрим прямо сейчас. Прекрасное утро понедельника продолжается. Весна шагает по стране, по всей планете, по нашим душам. Это время обновлений. Все задумываются над тем, чтобы новую одежду, кто-то новую машину, кто-то новое жилье хочет себе приобрести. Я хочу новое жилье. Но вот таких, как ты, Алина, оказалось меньше трети общего числа всех семей Ростовской области. А у меня не спрашивали, минуточку. Они считают, что нуждаются в жилье получше. Подавляющее же большинство граждан, их жилищные условия абсолютно устраивают. Такие данные приводит Росстат в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения за 2018 год. При этом из числа тех, кто все-таки хотел бы изменить свои жилищные условия, лишь только 39% желают площадь побольше. 36% семей вполне устроил бы ремонт или перепланировка имеющегося жилья. Вот так. Слушай, интересно. По данным того же самого Росстата, семьи Ростовской области в принципе в большинстве своем не испытывают стесненности при проживании. Некоторые проблемы с этим испытывают лишь 15%. И всего-навсего 4% заявили, что для них стесненность – это действительно серьезная проблема. При этом в исследовании указывается, что в среднем в семьях Ростовской области приходится по 24,4 квадратных метра на члены семьи. Из них жилой 16. То есть это по... Минуточку. Это по комнате на человека. Вот. У кого спрашивали, хочу я узнать. Да. И по данным Росстата, лишь 14,5% семей в Ростовской области собирается улучшить свои жилищные условия. Третий из них собирается либо построить дом, либо купить новую квартиру. Ну а на государство надеются лишь около 15% семьи. Ну и, собственно, они ждут, что им дадут жилье как к очередникам после подачи соответствующих документов, либо после того, как их дом признают аварийным, ветхим или вообще его снесут. Но весна – это еще и пора не только обновлений, но еще и дачного сезона. Да. Даже если... Дачного сезона. Главное, чтобы была и квартира, и дача. Это идеально. Да. Ну и а у нас есть такой небольшой маленький лайфхак, как сделать вашу дачу уютнее, а именно дачные часы из фотографий. Я вот, кстати, это, знаешь, так посмотрела, сейчас думаю, ой, на дачу хочется, жалко, у меня ее нет. Но есть же много людей, у которых дача-то есть, и они скоро что сделают? Отправятся туда. Давай, до свидания. Нет, потому что если дача достаточно недалеко находится, то многие даже лето все проводят там и живут полноценно. И приезжают на работу, то есть именно с дачи. Главное, чтобы они на даче не оставляли после себя мусор. Нет, на даче они на своем участке могут делать, что хочут. Но дело не в этом. Дело в том, что освободятся парковочные места во дворах. А, это точно, да. Это будет прям счастьем. На дорогах чуть меньше пробок станет. В общем, всем будет хорошо. Но пока этого не произошло, в некоторых дворах идут прям бои, без правил, я бы так сказала. Ничего себе, так, поподробнее, пожалуйста. Таким образом, в социальных сетях обсуждают фотографию внедорожника, на капот которого жители двора сложили несколько пакетов полных мусора. Как пояснил автор снимка в подписи, таким образом, автовладельца наказали за то, что он, припарковавшись, перегородил подход и подъезд к мусорным бакам. А, вот оно что. Да. Во дворах, ну, тут даже в комментарии пишут, что много очень машин стало, во дворах негде парковаться, и теперь уже водители, ну, как, посреди дороги же не бросишь, они уже паркуются там, где совсем нельзя. Это проблема. И кто-то, естественно, принялся защищать хозяина, сказали, ну, что вы за люди такие, зачем вам мусор кинули. Кто-то отметил, что такой поступок навредит больше двору, чем автомобилю, потому что выйдет он, увидит мусор, скинет это и уедет, и все. И кто будет это убирать, да? А мусор где? На полу, возле подъезда. Ну, вот такая история. Более того, я тебе хочу сказать, некоторые жители ставят машины в настолько неположенных местах, что загораживают тем самым путь для мусороуборочной техники. Слушай, меня это безумно раздражает, я даже не про мусороуборочную технику. Я всегда думаю о том, что вот пожарная или скорая, ну, не сможет подъехать, вот что делать? Да, что делать? Ничего, да. Ну, а с другой стороны, а что делать этим людям, которые действительно, ну, они же не думают, мы же никогда не думаем, что произойдет что-то плохое, тем более с нами. Да, мы же привыкли верить, хорошее всегда. И вот это, я даже в своем дворе, меня так злит, когда я прихожу и вижу машину, иногда прям к подъезду вот так подъезжает, прям хочется гвоздем нацарапать, но я никогда не царапаю, потому что понимаю, что, ну, человек не подумал. Да. Каждый имеет право на ошибку. Это точно. В общем, друзья, убирайте за собой мусор всегда, тем более, что дача, дачный сезон в самом впереди, у некоторых даже будет ремонт, а мусор после ремонта это тоже нехорошо. Но у нас есть несколько... Пока мы наматывали на уст секреты косметического ремонта, к нам поступила новость от ростовской АЭС. 17 апреля на прошлой неделе во Дворце культуры «Октябрь» состоялся ежегодный кастинг 11-го международного детского творческого проекта Госкорпорации «Росатом» «Нуклеаркидс-2019». В отборочном туре приняли участие более 30 талантливых претендентов в возрасте от 11 до 16 лет. И это неплохая школа жизни, в которой каждый ребенок получает возможность раскрыть свой потенциал. Ну, судя по фото, да, это неплохая школа жизни. Это точно, да. Волгодонск по счету уже 19-й город, где прошли кастинги. И в каждом городе очень много талантливых детей, которые достойны принять участие в проекте. Но решение будут принимать режиссерская группа и педагоги проекта. Творческий отбор проходил в формате собеседования. Нужно было показать свои умения в области вокала, хореографии и актерского мастерства. А также приветствовались и другие дополнительные навыки. Например, игра на каком-нибудь музыкальном инструменте. Вот так. Там такие симпатичные девчонки. Понравились мне. Ну, я вообще могу сказать, что этот конкурс, проект, да, он международный. Проходит он уже 10 лет. Так. 2009 года идет. И в 21-м городе России прошли отборочные туры. И если ты побеждаешь то, ты становишься, ну, во-первых, участником, я так понимаю, какого-то гала-концерта. Да. В котором ты можешь приобрести колоссальный опыт работы с именитыми режиссерами, постановщиками, сценаристами. И результатом, конечно, совместного творчества детей из разных стран, то есть не только из России, а вообще из разных стран, станет постановка целого мюзикла. После завершения постановочного процесса, который длится более трех недель, проект отправится в большой гастрольный тур. Первые гастроли. И наши мальчишки и девчонки, если вот все будет хорошо, тоже наверняка будут участвовать в этом мюзикле большом. Да. Мы желаем всем удачи, удачи всем участникам в прохождении кастинга и в конкурсе. Ну, а у нас сейчас короткая реклама, не переключайтесь. Продолжаем встречать утро понедельника вместе с телеканалом Дон-24. Приближаются семимильными шагами майские праздники. Конечно, наш самый главный праздник в году – это День Победы. И уже третий год подряд, посвященный вот, собственно, этому празднику, в нашем городе проводится военно-патриотическая акция «Письмо в бессмертный полк» специально для учащихся общеобразовательных учреждений. Конечно, акция проводится Управлением образования города Ростова-на-Дону информационно-методическим центром образования совместно с Ростовской государственной филармонией. При поддержке общественного движения «Бессмертный полк России», ну и, конечно, Ростовского городского совета ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов. И основная задача проведения этой акции – сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Да. Ну и в рамках акции ростовские школьники пишут письма своим родственникам, которые участвовали в Великой Отечественной войне, а также с просто солдатом и воином. К участию приглашаются учащиеся всех общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону. Работы принимаются по 29 апреля этого года. Есть еще время принять участие. Акция будет проводиться в течение мая месяца, и творческие работы по мере их поступления будут выставляться на публичной выставке «Письмо в Бессмертный полк». Ну и завершится акция 6 мая 2019 года торжественным мероприятием и праздничным концертом в Ростовской государственной филармонии. Ну и к слову сказать, что акция сама «Бессмертный полк», на этот раз поговорим о ней, да, она проходит уже, не знаю, в который раз в нашем городе, не помнишь, по-моему, уже сколько она? Да, уже не в 2009-й? По-моему, с 2009-го года у нас. По-моему, 2009-й год. Да, по-моему, с 2009-го года проходит акция «Бессмертный полк», и в этом году у нас этого не будет исключением. Юбилейный. Юбилейный, кстати, да, послевоенного парада на, хотел сказать, на Красной площади. Ну и на Красной площади, в том числе, это в Москве, я имею в виду, послевоенного парада на Театральной площади начнется шествие «Бессмертного полка», и каждый из вас имеет возможность принять участие. Я, кстати, хотела сказать, я тут на днях шла по переходу как раз на Театральной площади, где будет проходить парад. И мне нужно было перейти от парка Витя Черевичкина к театру имени Максима Горького по переходу. И там уже делают портреты для шествия, участия в этой акции. Это очень правильно, да. Не забудьте, сделайте заранее, потому что обычно перед 9 мая ажиотаж такой, что люди работают круглосуточно. Что вы забыли, ой, не знаю, найти, не найти, сейчас уже можно это сделать, я вам даже место подсказала. Вот в Ростове, как минимум, уже видела, там прям не пройдешь мимо, там стоит такая транспарант с фотографией, и можно пойти уже сейчас подготовиться для того, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк». Да. Ну а если у вас есть дети-школьники, я еще раз повторюсь, они могут принять участие в акции «Письмо в бессмертный полк». Ну а там, где письмо, неразрывно идет наш родной русский язык. И сегодня, кстати, понедельник, а значит, самое время для рубрики «Чисто по-русски». Сегодня рассмотрим чередование гласных в корне «гар-гор». Это когда в одном корне при сохранении его лексического значения пишутся разные буквы. Проверить безударное гласное ударение в таком случае невозможно. Их написание основано на ряде особых правил. Например, в корне «гар-гор» правописание гласных зависит от ударения. «Загар-гар-нагар». Под ударением пишется «а». «Загорать-загорелый-погорелец». В безударной позиции пишется «о». Исключения составляют слова «выгорки-пригорь». Но это довольно устаревшие слова, и сейчас они редко употребляются, хотя запомнить их стоит. Сколько интересного и неизведанного в русском языке. Учите его. Кстати, я вот о чем подумал. С приближением майских праздников приближается еще и теплая пора. А это означает, особенно для нашего Донского региона, цветение такого растения, как амброзия. Довольно распространенное. Амброзия на самом деле поразила большинство. Есть еще куча всяких цветов, на которых есть аллергия. Амброзия – это страшная вещь. Она распространяется молниеносно. Это точно. И вот недавно депутаты Законодательного собрания Ростовской области обсудили механизмы по борьбе с амброзией. Ведь, как мы уже сказали, это одно из самых опасных для здоровья человека растений. А я думала, они запретили въезд, вход, ползание, влетание амброзии на территорию Ростовской области. Было бы неплохо. Но на территории нашей области за последние два года число горожан, конечно, выросло в два раза, которые болеют аллергическим ренитом и атопической бронхиальной астмой. К сожалению, шутки шутками, а вот такие болезни, причем достаточно серьезные, вызывают это растение. И причиной стало именно неконтролируемое распространение амброзии. В связи с этим парламентский комитет по законодательству начал разрабатывать варианты изменения федерального законодательства в части борьбы с амброзией. Речь идет о том, чтобы выделить борьбу с ней в отдельный состав и увеличить штрафные санкции за нарушение правил борьбы с этим самым страшным сорняком. Да. Ну, также на заседании было предложено, чтобы в каждом муниципальном районе была организована работа телефонных горячих линий, куда каждый человек может обратиться по факту обнаружения амброзии на земельных участках. И, собственно, на местах необходимо в связи с этим будет создать временные отряды, которые бы оперативно реагировали на эти заявления. Ну и в состав этих отрядов могли бы войти в том числе добровольческие объединения и казачьи дружины. Я более того могу сказать, что рассматривается вариант того, что если на твоем участке он заброшен, не заброшен, то есть это амброзия, тебя могут привлечь. Ты выплатишь штраф за это. Да, потому что... Я считаю, что это правильно. Почему нет? Почему люди должны болеть? Потому что у тебя сорняк растет. Да, а они же распространяются по воздуху, их семена, и поэтому... Ну и еще напомню, кстати, одну вещь, что есть специальная карта цветения тех или иных растений. Карта аллергика, я это называю, либо у Яндекс.Сервиса это есть. Где ты можешь посмотреть месяца и примерное время цветения того или иного растения. Поэтому если у тебя вдруг аллергия, отслеживай, когда тебе нужно что делать. Ну и, конечно, не забывай, что аллергия лечится, ее нужно лечить. И избегай мест, где есть аллергичные вот эти вот растения, которые, к сожалению, весной просыпаются. Хоть они и красивые, но такие вредные бывают. Да, да. И, конечно, нужно отслеживать, где и когда растут определенные те растения, которые вызывают у вас аллергию. Тем более, что наступает еще и пора, теплая пора, когда все делают ремонт. И поэтому прямо сейчас несколько лайфхаков на этот счет. Прекрасные советы. Лично мне уже давным-давно пора освободить место под кладовку, ибо одежда моя уже не помещается. Вот так. Алексей, ты меня удивляешь. Но самое главное, чтобы у тебя был костюмчик такой. Да, вот примерно, да, вот примерно такой, потому что он тебе пригодится. Тебе нужно будет ходить регулярно на всякие разные мероприятия, посвященные истории нашей области. Вот, например, я тебе сейчас приведу пример, чтобы ты понимал характер мероприятий. А в Ростове открылась первая конференция руководителей российского военно-исторического общества. Состоялось это событие в историческом парке «Россия. Моя история». Да. Министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева в приветственной речи подчеркнула, что в Донском регионе проживают 150 представителей разных народностей, а также богатую историю культуры которых бережно сохраняют сотрудники 43 музеев нашей области, плотно сотрудничающих с российским военно-историческим обществом. Ты знаешь, я тут так подумала, интересно, если взять сейчас все музеи, в которых я уже была, нужно взять список 43 музея, взять список... Есть карта аллергиков, а есть карта, где ты была. Есть карта, точки на карте, да. Нужно, значит, посмотреть, так, здесь была, здесь была, там, где не была, чтобы не обижать сотрудников музеев и чтобы вообще показать эти самые музеи. Но в любом случае есть еще действительно вот это российское военно-историческое общество, что делают люди, да, они, почему они вообще собрались, для чего. Очень важное дело. Дело в том, что все вот эти отделения, которые приняли участие в конференции, они планируют объединить свои усилия и наладить взаимодействие в поисковой работе и работе с архивными документами. Это откроет нам наверняка очень много новых фактов, новых знаний на нашу историю, а может быть на историю даже каких-то соседних государств, потому что много чего нужно найти, сложить и представить. Да, это очень важно и очень много других важных дел предстоит сделать нам сегодня, ведь понедельник только-только начинается. Ну а вы оставайтесь вместе с телеканалом «Дом-24». Одежда ведущим предоставлена фирменным салоном авторских платьев Ольги Гринюк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok